Солнышкин обед, что вчера она с собой хотела взять горячку. Крышка не была закрыта, она взяла ее, она упала, все разлетелось. Мася обосрался, что ты Дима понанес, зачем ты листья-то принес сюда? Мася переодел, ужин приготовил, сейчас девки придут, криел туда они поехали. Поужинают и спать. Да, Тиша! Папа, мы нашли квартиру прямо в вашем доме. Однушка такая у нас. Однушка такая у нас. А че ж не здесь-то вот, не на лестничной клетке-то? На 11 этаже. От мамы, блин, не на шаг. Ну, потому что там однушка, это, на 2800, ну такая же, как ваша большая. А это че доброе, Дима? Это ему надо, наверное. Тихо. Подожди. Где? А это че такое ты ешь-то? Сыр расплавленный. Дим, ты че ешь на всякое говно? Вот, смотри, такой же паркет. Ну как, он же гамбургеры хочет есть. Он же обычную еду не ест, гамбургеры ест. Что? Сколько раз тебе говорил, что вредная еда, гамбургеры? Смотри. Вот она. Я люблю ее. Это, короче, там помнишь, Ксюша-то подружка? Она ж тоже на 11. Не помню. Вон, смотри, вот заходишь, паркет, это кухня, вход. Это не важно, что там. Там мебели нету? А вот, смотри, тут вообще дерьмище. Ну это, я надеюсь, они заберутся. Смотри, вот тут вот. Жень, чего здесь? Покажи, как пила. Какие-то книги. Мебели нету там? Да нет, конечно, мебели. Вот сама квартира пошла. Ну че, нормальная квартира? Вот в комнате. А как в еда? Ну обои вроде ничего. Да можно жить чё-то. А окна не пластиковые? Обои ничего. А санузел лучше всего. Вот ты всегда привередливая, понимаешь? Ты санузел лучше всего. Всегда, бля. Ну вот будем к ней ходить срать. А куда ты денешься? Ой, смотри, хорошая у Ванны очень. Даже не надо делать ее. О, так ты мой мужу спрямилась. О боже. Ты будешь в коридоре жить. Ну это все ерунда. Да. О боже. Ну-ка, подожди. Что тут? Да бардак. Рамы деревянные. А, это над вами, кстати, получается. Вот на этой стороне квартира. Видишь, это вот 15 дом. Ну. Ага. Сколько цена? 2800. В России. Там, блин, три. И двухкомнатная. Тут, блин, 2800. А что там? Пластиковая? О, пластиковая тут все. А там, вот, непонятно, да? Ты понял. Где-то там было. Где-то там было. Что там? Что там? По-моему, пластиковая стоит. Вот. Почитание. Ага. Привет, Настяш! Ты чего? Ты не нравишь? Я вкормию. Корми детей. Если она хлама, то здесь уберет. Детей корми. Сейчас покормило. Че ты не покормил? Покорми детей, говорю. Ты все равно не поймешь. Продавленного года. Делась отличная планировка. На детство 16 этаж. На-на-на-на-на. Квартира имеет свои преимущества. Квадратная комната. Восемнадцать восемь квадратов. На-на-на-на. Просторная лоджия по 17 квадратам. Квадратная комната. Квадратная комната. Так я же вымыл ему задницу. Ну вот подарок-то я же тебе показал. А это че воняет, блин? Не-не. Пусть заберет. Потому что сейчас сюда положишь, что это все забудется. Че воняет это? У Димы штаны вилки. Грязные все. А, с этого. Только, короче, на кухне пластиковое окно написано. Тут нет. Нет вообще пластикового окна. Вот здесь нет. Это, считай, еще двести тысяч. Какие двести? Поставить вот эти окна и плюс балкон застекли. Балкон-то зачем застеклять? А вот хотя бы входную группу и то окно. Это сколько будет? Ну, восемь. Сто. С лишним. Да, у тебя не будет денег на окно. Если заехала, все. Денег не будет на окно точно. Лучше уж с окнами сразу найти. Вот и все. Вот и все. Голосит. Мама. Зацени движимость. Маш, ты голодный? Да? Маш, ты голодный? Да? Маш, ты голодный? Есть нормальная еда, полезная. Вот, сделано. Дай, папа, губь, полон. Все, докрутился. Вот это двушка, еще есть вот там вот. Ой, однушка-то. Я бы лучше, конечно, двушку взял. Вопрос, Тома, одобрит или нет двушку? Да, там уже 3-4. Сколько? Уже 3-4. Если 3-300, то квартира стоит. Да. Надо 3-400, потому что ее услуги 60, да всякие там. Так ты платишь за ее услуги? Все это в банковскую закладывается. О, а мама говорит, нет. Нет, можно все заложить туда. Там еще плюс строковка, здоровье. Так это капец, это ты. А что ты говорила, что риелтор сам себе возьмет, заработает? Вот она и таким образом и зарабатывает. То есть Кузька заплатит за риелтора. А не продавец. Да продавец со своему платит, логично же. А, то есть и при продаже заплатил риелтору, и при покупке заплатил риелтору? Да там у пинатных риелтор. А у одного нельзя риелтора взять, который купил и продал? А вот зачем двоих-то? Не знаю. А, если она все работает, кто-то за продажей, за покупку. На, кушай. Может, тоже будешь риелтором работать? 60 тысяч за продажу, за покупку. Это очень сложно начинать. Она 13 лет в этом бизнесе уже. Что, это много, что ли? Это много. Я думаю, что не узнавала риелтором. Это долго. Это долго. Очень надо раскручивать себя. Начинать, начинать. Надо такой опыт. Ну, ты посчитала, да? По деньгам, за что у тебя получается? Что я посчитала? Ну, сколько платить надо будет в месяц? Ну, она с этого... И сколько остается у тебя жить? Я не посчитала. Вот. А что, почему? Ну, просто тогда ипотеку считали. Нет, надо посчитать сначала. Нет мяса. Нет мяса. Надо сначала посчитать. Сможешь ли ты сама? А потом завалить в кабл-бул. То есть узнать, сможешь ты или нет. Мы с тобой вчера посчитали. Да. 21 800. Так и получается. Все. То есть у Кузки остается примерно 20 тысяч. На жизнь. И минус 5 тысяч кредитов. Нет, это все. Это без кредита. Это при условии, если тебе все элементы платят. И, соответственно, государство помогает в этом случае. Ну, да еще не факт, что... Ну, скажут, что у вас здесь... Ну, мне 3 миллиона одобрили уже. А сейчас у нас уже... Это вот для курицы можно, да? Нет. Ай! Она еще по возрасту хорошо походит. Молодая семья? Нет. Семья? Ну, да. Или так? Там до 35 с детьми, да? Полусемейка. Не семья, а полусемейка. Полусемейка. Ну, семья, да полная семья. А это полусемейка. Ух ты! Ай! Дима, ты что ешь? Ты знал, что будешь есть, вперед! Дима, вперед! Встал! Встал, вперед, взял, наложил себе и пошел. На тарелку. Ложка. Вот у нас. Ну и пошел накладывать. Дима, ты поел, помыл, в тот раз ты что оставил? А? Другой стороной. Ну, конечно, я там на одного-то не рассчитываю. А куда? У тебя просто и говорили, что ты посчитала? Я даже просить не буду. Ну, суд-то подать надо? Ну, подать? Ну, сюда. Может, он и будет, Боряк? Да, вряд ли. А он нужен ему сын-то? Это не, что он где-то тусуется сутки уже. Мне кажется, сын даже не придет. Ну. Где ему сын нужен? Ну, он сына камерой записал. И что он угрожает меня. Все оба. Все оба. и чё ему это нормально ложку взял и вперед я уже прожевал что вот стаканы же от стакану А, это мы с ним давно занимались? Да, который ты сейчас заберёшь. Воняет, Джона. Кем воняет? Ну я могу тут съёмный так-то. Ну давай ещё ложечку. Зато пришла домой и никакую прянородную. Ребёнку он лекарство надо... Не хотим ничего. Ну дорогая, бабки не дай. А не бабки! Конечно бабки! Блять, ей так нужно знать, что у тебя, блять, ребенок и просто нахерить. Сверлился с кровати, блять, с кровати свалился. Как ты можешь слушать? Компьютер ударился, ничего не сломал Больно, да? Ничего не сломал Нисколько сам плов, сколько процесс приготовления мне нравится И вот я готовлю не ради того, чтобы есть блин, а ради того, чтобы просто сам процесс обжаривания мяса, морковка с соломкой Но мне это все нельзя Но готовить можно, он куська заберет Солнышко отвез Займемся приготовлением Густой процесс начинается Мясо перемешал, потому что это курица Если ее варить 2 часа, то она превращается просто в пюре Немножко обжарил, чуть-чуть сразу морковки И сразу перемешал, чтобы она на дне не горела Ну, при чем здесь ты? Еще зире добавлю Зире добавлю Зире добавлю Зире добавлю Минут 15, наверное Зире добавлю Зире добавлю Зире добавлю Минут 15, наверное Зире добавлю Минут 15, наверное Я тебе попросил брус отпилить 1,5 метра для носки, для стола Я ей отпилил 1,5 метра Вот я отпилил 1,5 метра Вот это вот На, бери мне Ай Заставь, дурака Богу молиться Упокой Почти 1,5 метра А что, получается, я обманулся, да? А я сейчас с твоей заберю. Одна сочи готова. Полтора метра. Тоже полтора, получается, что и там полтора, и это полтора. Все, дядь Ваня, стол выкопать. Значит так. Этот стол еще сто лет простает. Давай. Так. Мне если этот мутор батей во двор набрала, а может, все-таки, ну что, ты что, глухой? Тебе сказали, мусор, значит, к нам. Так, а ну, стоп. Андрюха, вот скажи так, вот, с философской точки зрения, может быть, два предмета одинаковой длины по длине были бы разные? Ну что, дядь Ваня, это же абсурд. Ну, блин, я думаю, что хрень какая-то. А может, делаю не в самих координатах, а в системе координатах? Спасибо, спасибо. Для нас сейчас очень понравилось. Ну, хотя бы, проверьте. Я даже не слышала, как ты подошел. Вкусно, да? М-м-м-м. О, тебе. Это все у меня. Прилипло, что-то у тебя там. Еще вот тут прилипло тоже. О. О, мой. О, отверх. О. О. Много я ему положу? Нормально. Интересно, что мужик. Когда он еще плохо поестит? Давай, кушай, нахожусь. Не мешай. Ну, там немножко другая, это, другие лампы. Смотри. Здесь вот полоса. Угу. И вот. Там другие лампы. Более мощные. Смотри, полоса. Угу. Ну, как? Нормально. Вкусно. На троечку, да? Молодцы. Да. Нормально, это тройка. Да что ты перестань вкусного. Хорошо, это четверка. Я не надо показывать. Отлично, это пятерка. Отлично. Вот все. Правильно, там 50% мяса в нем. Так, ладно. Там более мощные лампы. Некогда. Мне пожаться стало. Это очень мощные лампы. Почему меня только крош понимает? Потому что я твой лучший друг. Да я, может, нисколько минуты не вижу. Просто у дожеки есть, кто меня понимает. Какая у вас двоечник, Лена? Ну, что я двоечник? А что? Все рассказали про тебя. На. Сюда. Двоечник. А чего он двоечник? Летру надо было сделать. На вопрос ответить. Ни хрена ничего не сделал. По желанию. Куда пошел-то? Мы же не делаем. Летру. А ты же там хотел положить. Вот уже. Я отдыхать хочу. Время уже поздно. Пришла пораньше. Другое дело. Дима принес лыжи новые. Вот надо крепление сейчас на них ставить. Вот. А там поставить, видимо, некому. Семенович, одно крепление уже поставил. И второе поставлю. Два мужика обрети толку нет. Все крепление готово. Как только ботинки цеплять. Я хер его знает, ни разу не цеплял. Как они одеваются-то? Попробую. Застегнуть. Так. Это у нас. Одеваются вот так, наверное. Оставляются. А? Так что ли? Тебе что купить? Не, да я сам, Магадин, схожу. Сам схожу, да? Хорошо. Пойдет так? Ой, чудо. Ты просто вообще гений. Гений? Я же не придумал эти лыжи. Но все равно сделал же. Молодец, класс. Я вообще не знаю, на что способны эти лыжи. Отцы? Отцы. Говнецы. Ой, ну что я могу еще сказать-то? Дедушка у нас все умеет. Вот так вот. Красота получилась. Ну, лыжи говно. Да? Да. Смотри, вот тут фаски, блядь, где-то вздута тут даже было. На этой лыжи где-то, вот видишь вздутая пузырь. А, точно. Нифига себе. Это деревянные лыжи, деревянные лыжи, покрытые пластиком просто. Дешевые, самые дешевые накупила, видимо. Которые вообще возможно. Кататься-то будут? Не знаю, кататься-то, наверное, будут все равно плохо будет кататься. Да ладно, пластик-то по снегу нормально. Вот она выбирала, наверное, самые дешевые, да? Наверное, купила их тысячи за полторы. А добавила бы 300 рублей, например, взяла бы хорошие. А вот сейчас в итоге, что это, блядь, деревянные лыжи, покрытые какой-то херней. И все здесь фаски. Вообще, так погано сделаны, блин. Ужас. А как у них тут зазубрены такие, по краям идут, блин. А что там у тебя? Снимаем, здесь я знаю. Вы его могли бы спросить, у меня уже дома. Не получается, блин, ничего. А это уже мелочь. Вася, перестань крутиться. Да пусть крутится, что ты? Да упадет сейчас. В космос готовится. Вот даже человек готовился в космос год целый, да? Чтобы полететь в космос. А вместо него какую-то прошмандэ, блядь, актрису отправили. Охренеть можно, блин. Все. Все. Поплыл уже, да? Уже поплыл? Угу. Все, вижу, что поплыл уже. Поплыл? Все, уже поплыл. Где она? Уже давно Ваню проехала она. А на машине сюда подъедет прямо, да? Я не знаю. Сначала домой поставит, да? Потом придет. Это же не она едет. Нет. Нет. А что она так долго стала? Ногти плохо красили, что ли? Ну что? Дима, пей водичку. Пей водичку. Зеленый свет у нас тут кругом. Ну извините меня, мне завтра на работе. Да, на сколько времени уже? Я вчера в девять часов уже спать легла. А сегодня время десять, а я еще ни ухо не дала. Ну. Спасибо вашей матери. Засратили. Дима, одевай штаны давай уже. Сейчас мать ваша придет. Дима, одевай уже штаны. Ой, ой. Ну что-то... Дима. Дима, ну что делаешь? Душишь ты зачем? Я его не достал. Что делаешь? Я его схватил. А, ты его схватил и не душишь. Мать, успокойся, а? Я... Я штаны... Не... Вот что... Вон твои штаны, я же. Мать. Ну-ка, а то что я туда? Чего там у тебя? Засратили. Ты что так долго, а? Простите меня, дуру грешную. А что случилось? А? Что случилось? Да не должно было бы так получилось. Как не должно было быть? Мама! Ну, я думала, Костя его заберет. Не перебивайся-то. Быстро оделась. Ты в гости ходила, что ли? Я надеть хочу и в чё? В гости? Я в гости не пойду. В гости? В гости? Ты в гости ходила, что ли? Мне бы я ногти делала. Сказала просто никому никому, чтобы вы на меня не лгали. Не, ну я знал, что ты ногти делаешь, но... А? А чё? Ты же не сказала, что ногти делаешь. Ну блин. А, я тебе говорила. 30 часов, что ли, ногти делала? Ну, мы в пол, это... С 7-го начали. А чё это плохо сделали? Что плохо? А это что такое? Цветы. А тут это... Наполовину сделаны ногти. Почему они наполовину? Разные цвета. Простите меня. Они кушали? Нет, голодные сидят. Прости меня. Ты кушаешь? Соса, не буду больше, так. Так получилось. А тебе что она сказала, куда идёт? Ногти делать. Ну и мне тоже ногти делать. Да? Я сказала, не говори, дедушка. Я думаю. А мне сказала, что Мася посидит, мне надо ногти делать. Мася возьмёшь. И тебе сказала, да? А чё вы чё? А я разве говорила вам? Да боями. Мне сказала ногти. Я сказала, что я могу это взять. Мне на лечение надо ехать. Ты сказала, что ты не успеешь. Потому что тебе надо ногти делать. Там шапка у него в рукаве. Приснится, ногти, блин, каждый день. Дима, давайте быстро. Раз в месяц я делаю. Да, но почему-то это делается до 10 часов вечера. Да это в 7 часов просто. Я в следующий раз по-другому страну была записывалась. В следующий раз пусть сидит твой муж. Он, кстати, работа себе вошёл. Я ему, кстати, звонила. Он мне сказала, что Викторовна, а я, говорит, работаю. Я, говорит, не могу. Я, говорит, очень поздно приеду. Что, на работа? Я говорю, да. Ну ладно. Не с возраста ждем на лечение? Нет. Завтра? Да. Да, мне ногти надо красить. Ну, пап, в 7 часов надо. Ты же всё равно в ту сторону поедешь. Маму заберёшь. Ногти. Ногти надо красить. Сколько ты лечился, Дмит? Время не посмотрел? Они минут 30-40 лечили. Да он уже давно здесь. Я уже не помню. Это что-то они оба уже здесь. Очень давно. Ты бестелочь, блин. Минут 30-40. Пап, ну сожи, пожалуйста. Вот что ты делаешь? Потом в среду не надо, в четверть с ним Стас ездит. Ты в пятницу ещё надо. Десять минут. Свозите его. Десять минут. Да? Пожалуйста. А маму забирать как? А, ну мама на такси доедет. Сегодня же уехала спокойно. Значит, и в следующий раз. Ну, вечером ты же её забрал. Ну, ты можешь маму забрать вместе с Димой, и потом на лечение, и потом на лечение, и потом на ломать. Поростёнок. Ну, это... Я же не просто... Поростёнок такой... Папа, надо лечить... Ему надо лечить глаза. Видишь, какие ногти у меня? Ногти надо сделать. Красивые. Папа, ну это глаза. Их надо лечить. Папа, пока. Нет, ты не будешь бабушку тут кровать? Ты чего? А я что? Насрать, что ли, Дима? Попискал, и он увидит всё. Дима, а я-то что, насрать, что ли? Он сегодня заплакал, не обидел. Он не спал, ну что ли? Спал немножко. Серьёзно, в чём дела? Да, ногти он красил. Пытаюсь второй день на развал схождения попасть. Не знаю. Опять стуки какие-то появились, блин, но сомнений у меня пока. Либо это двери задние, либо опять сайлентблоки. Но если сайлентблоки застучали, вот, их протянули, я думаю, что они долго не проходят. Нужно опять скучать, пока не заменишь. Может, тебе показалось просто. Не знаю. Но пока надо хочу плохо это сделать. Делал кумину. На правду плову. О, подожди, ещё же. Барбарис должен быть, деда. Алё, где Барбарис, бля? А что, его, блядь? Или в машине я оставил? Или в магазине? Нормально. Я специально в яблоко заезжал за Барбарисом. И в итоге остался без Барбариса. Хер на его. Не пойду уже в машину. Бродом, бля. Я взял две звери, два Барбариса, два для плова. И что-то Барбарис есть, но мало. Ой, блядь. Вчера день такой был херовый, блин. Сегодня тут начинается. Так, что у меня? Морковка есть. Морковки полно. Чеснок есть. Лук есть. Одну лукавицу. Вис есть. А мясо надо. Самый главный ингредиент. Мясо. Кажется, что есть еще. Более старое. Свежее. Разморожу. Порежем морковки. Мучку. И вперед. Ручок. А вот у нас почему-то денег от этого становится только меньше. Потому что инфляция у нас сильно увеличивается. А вот эти газовые деньги, не готовы... Я посыпал рис. Ручок. Ручок. Размешанную. Есть одна загвоздочка, я улетаю через пару часов. Так что давай подскакивай побыстрее. А! Все, откачу! Ну, давай. Да. Спасибо. Так, осторожно здесь, с машинками. Так. Нет, нет, нет. Только не это. Но я сейчас. Тише, проси. Не понял, у нас что теперь? Кокосы, что ли, у нас есть? Кокосы? Да. Хриней. Сегодня сход-развал сделан. Поролевой теперь ровный. Лампочку поменял. Сгорела лампочка. Стоп-сигнал. 200 рублей, блин, лампочка стоит. Усрамовская. Сгорела лампочка. Сейчас рублевое, четко, ровно. Все заставлено грузовиками, блин, что-то у нас на стоянке здесь. Трактор, успеем. Успеем. Все, сейчас рулевое, ровно. Едем ровно и рулевое, ровно. Развал сделали сегодня. Ну, сейчас лампочка горит, а то, блин, только на развале, когда он штырь в педаль загнал. Посмотрю, что-то, блин, в лампочке горят, а верхняя нифига не горит. Лампочка сгорела. Поехали за солнышко. Парни, я на тихосмотре, охренеть. Так, идёт тихосмотр у нас. Ой, мама моя. Вот так нормально, на ружье поставьте. Лампочки проверим, а вы их у нас выйдет. Габариты, ближний свет. Габариты, ближний свет. Отлично, дальнюю маску. Отлично. Так, дворники натикал. Так, аварийка, тормоз, задняя передача. Аварийка, вижу тормоз, вижу задняя передача. Вижу, ага, все угрожал. Задняя противотуманка. Нет их. Так, у вас дверь, то есть, как закрывается? Да, она не закрывается. А, противотуманки нет, так. Представляешь, забыл Барбарис, в машине без Барбариса придёт твой упор. А, я за Барбарисом поеду. Ну, в машине отстал. Барбарис, обязательно. Там есть Барбарис. Нормально. Слушайте. Солнышко голодное. Здесь даже голова разбудилась. Да, голова что-то болит, вообще не знаю, чуть-чуть корм. А что ты думала там? Ты что, я чуть не улетела вместе с кастрюлей? Я же приготовилась. Одну пачку всего взял мяса. Не две. Погреем герландовки. Очень вкусно. Очень вкусно. Насыщенный, да, он такой? Вчера до кучи ещё страховку умудрился сделать. Через сайт, ни хрена я не смог у Альфа страхования сделать. Там какие-то проблемы с электронными полисами. А через приложение, через телефон нормально всё прошло. 4300 у меня сейчас получается у нас степ-вагон. Страховка. Вот. Ну и решил, всё-таки ищу, где суп гороховый с копчёностями. Как у меня в памяти заложился вкусный такой суп. Но это, как всегда, наверное, будет говно. Сейчас. Блин, вода вонючая. Реально, блядь. Холодная вода вонючая, блядь. Что здесь, что там. Пришлось наливать воду, блин, с этого. Дорогое это удовольствие, если варить, блин, на... В питьевой воде. Охренеть. Чё в последнее время стала водичая вода. Почему, блин? Ты чё не делай, кварпату платим, блин. Так, ну чё. Блядь. Что интересно получится. Что, блин. Этого горохового супа. Помешивать, наверное, да? На 2 литра воды в этот пакетик. Почему на 2 литра-то? 2 литра написано. Светофорий взял. 30 рублей. Ну, это говно, наверное, будет. 15 минут варить. В общем, короче, все это в унитаз идет. Так я и предполагал. Варится уже полчаса. Горох, как был, блядь. Либо его надо столочь. Потому что, бля, он грубый. Так я знаю кто. Блядь.